Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». И всем добрый день. Здравствуйте, друзья. Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу я, Олег Пека, и за звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. Мы встречаемся, мы говорим с психологом из Санкт-Петербурга Ириной Богачик. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Елена Михайлова, организатор мероприятий. Здравствуйте. Да, наш тоже постоянный ведущий этой программы. Программа, посвященная отношениям. Отношениям в основном мужчин и женщин. И вот, судя по реакции, по звонкам, по всевозможным письмам в нашу редакцию, все эти темы очень и очень волнуют людей. Вы можете присоединяться, звонить 67-212-93-9, на 67-213-93-9, писать ваши вопросы на WhatsApp 2-3-0-6-1-91, потому что мы будем говорить на очень актуальную тему, как правильно ссориться, как правильно ругаться, ругаться, потому что в каждой, даже самой, я не знаю, дружной семье или, ну, вот в отношениях мужчины и женщины неизбежно наступает момент, когда, ну, вдруг вот выясняются какие-то вещи, что не все так гладко. Вот почему, вообще, почему возникают ссоры? Вот почему они могут жить мирно, дружно, любить друг друга, мужчина и женщина? Ну, потому что все люди разные, у всех разная психическая реальность. И во время ссор как раз преодолевается тот барьер, который существует между нами, и таким образом мы познаем друг друга. То есть мы выясняем, что, оказывается, мы не два в одном флаконе, а у каждого есть свои интересы, потребности, у каждого вообще своя психическая реальность. То есть что для одного благо, для другого зло. И если люди любят друг друга, если они уважают друг друга, восхищаются, то, безусловно, они будут признавать эти особенности. А как быстро наступает момент, вот этот, ну, переходный, когда они уже могут себе позволить, ну, скажем так, повышать голос? Да, 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 и поссориться. Отличный вопрос. Итак, в начале отношений все идеализировано. И эндорфины влияют на наш мозг, зашумляют, и на периоде влюбленности люди вообще не видят недостатков друг друга. И на самом деле это правильно, потому что Вселенная, она что? Она преследует глобальные цели, что должны встретиться мужчина-женщина, не видеть особенно недостатки друг друга, полюбить друг друга, вступить в интимную близость и родить детей. Вот, поэтому на этапе влюбленности на самом деле все люди, ну, немножко умственно отсталые, простите за выражение. Но это так и есть, да. Вот, далее, следующий механизм, который срабатывает в начале отношений, это идеализация. То есть мы начинаем приписывать партнеру всевозможные положительные качества, то есть наделять его какими-то способностями, талантами, потому что мы таким хотим его видеть. Ну и партнер, как правило, тоже старается выглядеть и быть лучше на каком-то этапе, чем, может быть, он есть. Да, на самом деле этих талантов и качеств может вовсе и не быть у этого человека. Просто нам хочется его таким видеть, потому что, ну, мы влюблены, и нам кажется, что наш выбор самый лучший. И, боже мой, как подумаешь, какие качества только не приписывают люди своим партнерам на этапе влюбленности, а потом выясняется, боже мой, а я думала ты такой, а он вовсе такой и не был, потому что это исключительно придумала ты. Так вот, когда наступает первый момент раздражения, это очень классно, потому что именно тогда вот это вот час икс или точка икс, когда, наконец, вот эти вот, вот эта шумка сбрасывается, да, и ты видишь вот эту чудесную начинку, которая может быть очень даже с перчинкой, потому что до этого было все сладенькое, а там, оказывается, бывает и немножечко горько. Ну, сладкое с горьким кто-то менял. Вот, и в тот момент, когда партнер начинает тебя раздражать, вот именно в этот момент и случаются истинные отношения. И вот с этого момента уже можно считать, что вы перестали друг перед другом красоваться, да, показывать себя с лучшей стороны, а показываете такими, какие вы есть. И либо отношения разрушаются, либо мы принимаем человека со всеми его особенностями. Я не люблю слово недостатки, потому что что для одного недостатки, для другого очень даже достатки. Вот, то есть и ты принимаешь этого человека. И вот тогда это показатель искренности ваших чувств. То есть получается, что обязательно нужно поссориться, ну, вот до того момента, когда, ну, не знаю, условно говоря, пошли в ЗАГС. До рождения ребёнка желательно. Обязательно желательно поссориться, ну, чтобы вот понять, вот действительно, что же скрывается. А то так проживёшь всю жизнь, и вот будет же негодяй такой скрывать свою естественную сущность. Конечно, конечно. То есть нужно спровоцировать, по сути, может быть, даже. Вот, да, провокация – это вообще замечательная история, и я многим даже, кстати, желаю это использовать. Правда? Да, да. Провокации, они, как сказать, они срывают с человека вот некие эти маски. Ну, на самом деле, все люди разные, ещё раз повторю. И одни на провокации ведутся, да, и ведутся со знаком плюс, то есть они хотят стать лучше. А другие просто обижаются, уходят, прячутся в домик и не хотят больше общаться. То есть я советую провокацию, но не все их могут себе позволить делать. Вот я, например, сколько раз могу не говорить человеку, всё, всё, я больше с тобой не общаюсь, знать тебе не хочу, а никто никуда не девается. Причём могу говорить в достаточно жёсткой форме. А вот, например, мои подруги некоторые, они могут сказать один раз, но в силу того, что они взрослые, возрастной фиксации, это вот как у кор мамы слушается. И тогда мужчины, божественные сыны, я уже говорила об этом неоднократно, они от мамы не готовы слушать критику или провокацию и могут больше вообще не выходить на связь. А в ссоре вот всё-таки самое главное – это доказать правоту свою или найти компромисс? Ой, тоже замечательный вопрос. Итак, действительно, во время ссоры ты должен думать, какие цели ты преследуешь. На самом деле наши взаимные претензии, они для чего? Для того, чтобы улучшить ситуацию, они не для того, чтобы сделать её ещё хуже. Если мы предъявляем претензии, значит нас что-то не устраивает. Если нас что-то не устраивает, мы хотим что-то изменить. И здесь очень важно подумать относительно себя, какие цели ты себя сейчас преследуешь. Либо ты хочешь выиграть эту войнушку, либо ты действительно хочешь улучшить ситуацию. Обратить внимание на то, какие именно у тебя болевые точки. То есть когда ты знаешь, на что ты реагируешь, ну ты можешь, что называется, соломку подстелить. В этом случае я очень люблю историю про одну пару. И там девушка, жутко ей не нравилось, чтобы её мужчина называл дура. Да кому это понравится? Ну а мужчина был такой радикальный, радикального психотипа. И он чуть что, вот он заводился и на третьем круге, то есть он говорит, сделай это, она нельзя, сделай это. И на третьем круге все практически радикалы начинают обзываться, ругаться и так далее. Поэтому это такие некие лайфхаки, как отшиваться радикалами. Ну наверное, это же ради слабость человека-то по сути. Ему нужно доказать свою правоту, ему нужно доказать, что ты должна согласиться. Есть одно правильное решение моё и больше никакого. И вот когда она не соглашалась, он начинал обзываться. В частности, называл её дурой. А девушка, в общем-то, тоже была частично радикальной. И она ему говорит, послушай, ещё раз назовёшь меня так, мало не покажется. И в общем, она пила шампанское. И когда он назвал её дурой, она вот этой вот рюмочкой прямо стукнула его по голове. Вот порезала ему вену, хлынула кровь. Они поехали в травму. Но, что называется, милый бронят столько тёжца. После этого он больше не называл её дурой. Но ведь могла бы быть другая реакция, он бы просто тоже включил агрессию. Мог бы. И не дай бог. Мог бы. Мог бы. И поэтому этот случай, который я рассказала, безусловно, это не совет, как себя вести. Абсолютно нет. А лишь характеристика того, что, может быть, иногда стоит отказаться от того, чтобы выиграть эту войну. Немножко отойти в сторону. И, что называется, шаг вперёд, два шага назад. И затем в более уже комфортной ситуации всё-таки проговорить то, что тебя не устраивает. Молчать никогда нельзя. Вот здесь очень нужно хорошо помнить, что ни в коем случае нельзя агрессию копить в себе. Потому что это токсины, это яд, который потом переходит в соматику. То есть всевозможные заболевания. Люди просто заболевают физически. Поэтому иногда, если тебя даже, условно говоря, бесит твой партнёр, скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. И когда ты уже проговорил это, уже 30-40% вот этой отрицательной энергии вышло. А если он не поймёт, почему он бесит? А вот здесь вот очень важная фраза, как ты должен говорить. Смотрите, я прямо записала и скажу. Фраза должна строиться в трёхчастной форме. Ну, я попытаюсь сейчас сказать, вот как алгоритм некий. В трёхэтапной, в смысле? В трёхчастной форме. Я чувствую, или там я думаю. Ну, женщины вообще чувствуют. Если женщина говорит, я чувствую, это хорошо. Итак, я чувствую. Именно не ты заставляешь меня чувствовать, а я чувствую. Затем, вторая часть, когда ты там что-то делаешь, я сейчас приведу пример. Именно конкретная ситуация, а не в целом. Ты, как всегда, и ля-ля-ля, да, конкретная ситуация. И затем, потому что, то есть для чего это важно. Итак, ещё раз. Я чувствую, когда ты свои носки разбрасываешь, когда ты разбрасываешь носки, потому что, ну, я хожу, потом всё это собираю. И вообще люблю порядок, да? Да, да. Итак, или, например, я чувствую раздражение, когда ты смотришь телевизор и не отвечаешь на мой вопрос. Так как я думаю, что ты меня не услышал и забудешь то, что я тебя попросила сделать. То есть здесь идёт посыл, чтобы человек тебя всё-таки услышал, правильно? Я что-то, ты что-то, потому что. Всё становится понятно. То есть, что я вижу относительно себя, что я вижу относительно тебя и для чего мне это нужно. И обязательно, я насколько понимаю, никакого обобщения. То есть ты всегда… Вот, я сказала, конкретная ситуация. Потому что в противном случае у человека начинает складываться впечатление, что ты думаешь о нём вот так вот. Что он всегда так делает, а он, может быть, и не всегда. А на самом деле, вы не представляете, насколько интересно, что мужчина и женщина совершенно по-разному реагируют, например, на слова. Вот, если хотите, расскажу, да? Да, конечно. Вот, дело в том, что вообще физиологически у женщины на 30% больше нейросвязи между левым и правым полушарием. К чему это? Не к тому, что мужчина более ущербна, ни в коем случае. Вот. А к тому, что женщина может делать несколько дел сразу. В то время, как мужчина нет. Если он сейчас занят каким-то бизнес-проектом, он там что-то печатает на компьютере, подойти и спрашивать его, а куда мы, дорогой, поедем в отпуск, вот 100% ты можешь нарваться на… В отпуск, понимал. Именно так, да. В то время, как женщина, она может и разговаривать по телефону, и отвечать на вопросы, еще и субварить, например. И подгузники менять. И подгузники менять. Дело в том, что слово у девочек физиологически появляется гораздо раньше. И именно для девочек важно слово, для мужчин нет. Мужчины говорят на языке без языка, то есть на языке жестов, мимики, поглаживаний. А вот женщинам очень важно слово. И поэтому самая ужасная фраза, которую может услышать мужчина, дорогие друзья, запомните это раз навсегда все. Нам нужно поговорить. Все. Моментально срабатывают детские такие вот регрессивные моменты, что, а, что я сделал? Я что-то забыл. Я что-то сделал не так. И самое главное, я буду наказан. И моментально, особенно если звонит девушка и говорит, дорогой, нам нужно поговорить, я жду тебя вечером, у нас будет серьезный разговор. Все. Он или напьется, или не приедет, или приедет уже в состоянии агрессии. Но лучший вариант, если он приедет с букетом цветов у бутылки шампанского. Мы вспоминаем все. Что же я сделал не так за эту неделю? В надежде, что, может быть, все-таки разговор этот не состоится. Ну, или эта классическая фраза, ты же помнишь, что ты мне обещал сделать на этой неделе. И начинаешь, блин, я же, ну что, купить хлеб, забрать, что из этого конкретно ты имела беду? Ты же каждый час мне что-то говоришь сделать, да? Ну, это действительно так. Я очень люблю вот эту ямареску, когда собирается молодой человек и девушка на вечеринку. Он приходит, а она по-прежнему сидит в нижнем белье. Он говорит, нам нужно выходить. Ты почему не собираешься? Тебе что, нечего одеть? Нет. Ты что, толстая? Нет. Да, да, да. Ты что, порадалась со своей подругой? Нет. Да что такое? Я не понимаю, в чем дело. Мне нечего одеть. Ну, я же тебя спросила, а я тебе отметила нет. Это в пельменях, да, было. Вот, это как по-разному вообще совершенно, да, на одно и то же реагируют мужчины и женщины. Я уже говорила об этом. Женщины, они аналитичны, то есть мы цепляемся к деталям. Иногда женщина может обидеться на то, что мужчина поставил ее перед фактом. Например, мы едем на вот эти вот выходные в Рим. Казалось бы, радуйся. А почему в Рим? А почему ты не посоветовалась со мной? А значит, вообще, мое мнение для тебя не важно. Я бесконечно слышу вот эти вот истории. Ну, а самое главное, женщине всегда нужно слышать, что ее любят. И именно словесно. Если мужчине достаточно прикосновения, поглаживания, то есть ты подошел там, потрогал его по голове, да, по волосам, или, допустим, ты чмокнул его в щечку или в плечик, или еще что-то. Вот мужчине вот это достаточно, и это для него показатели того, что ты действительно трепетно относишься к нему, чувствуешь. Да, при этом вот женщины же, когда такое говорят, они же не понимают, что по факту они могут мужчину, ну, на будущее, все его вот эти вот положительные какие-то посылы, да, сделать приятное, ну, вот просто сами себя этого лишают. И в следующий раз не будет никакого ни Рима, ни Москвы. Или, например, когда тебе делают подарки, а, допустим, подарки тебе эти не совсем нравятся, и ты с не очень довольным лицом принимаешь этот подарок, а еще больше сравниваешь. Вот сравнение для мужчины – это смерть. Ну, да, я хотела. А вот у Маши, вот у нее, допустим, телефончик вот получше, по навекам, или еще что-то. Ой, интересное, да. Вот и иди-то к Машиному мужу, да, как правило, отвечаю. Интересная история, да, тоже хочу рассказать. Одной девушке мужчина подарил телефон весь в камушках. Или я рассказывала эту историю? Да, 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 даже раз. Вот, и, да, ну, что говорит, ты, говорит, камушек убери и скажи, что, да, ах, какие они хулиганы, плохая фирма, сделали некачественный телефон. То есть здесь нужно очень трепетно относиться к подаркам мужчины. Если вы хотите, еще. Потому что это… Может быть, когда-то он все-таки угадает и попадет в десяточку. Тот самый, я говорю, маленький мальчик, девятидесяти лет, который несет своей маме вот ту самую, какую, я не знаю, лошадку из пластилина, которая там вообще на лошадку-то не похожа, и говорит, вот. А она говорит, что ты… Чтобы правая нога в длине лимит. Да, Вася Петров, вот он более талантливо, например, там, рисует или поет или что-то делает. Сын маминой подруги вот это классически, да. Вот, да, да, да. Особенно, если это ваш одноклассник, сын маминой подруги. Вот это сравнение – это просто смерть. Ирочка, у меня вот такой вопрос, потому что люди, когда ругаются, конечно же, но они в порыве, в каком-то запале, да, и они хотят сказать нечто, чтобы сделать как можно больнее. Они потом действительно об этом, ну, как бы признаются, уже когда, скажем, пары сойдут, но уже, может быть, в какой-то момент это вся трещина, ну, и боль остается противоположного половинки, да. Но, наверное, есть какие-то темы, которые вообще, ну, вот просто не стоит трогать никогда, потому что я знаю, что многие начинают задевать родителей, да, допустим, вот твоей второй половиной. Это же по факту у тебя уже выбор, да, либо вот между твоей половинкой, либо родителями. А ты же, ну, не можешь выбирать, это вещи, которые просто невозможно даже ставить перед выбором. Вот какие темы, может быть, вообще не стоит никогда затрагивать в скандалах? Ну, я вообще, кстати, предлагаю сделать это отдельной передачей, о чем нельзя говорить с мужчинами. О женщинами, почему только с мужчинами? А потому что отношения – это дело рук женщины, я не перестаю это утверждать, и пусть многие барышни на меня обижаются, поэтому, если мы будем знать, о чем нельзя говорить с мужчинами, соответственно, мы не будем получать обратной связи, конечно же. И у нас не встанет вопрос относительно того, что нас обижают, оскорбляют или еще что-то делают. Ну, вот уже проанонсируя немножко, могу сказать, что есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом мы их раскроем, да? А потом мы их раскроем, да. Какие темы? Да. А мы можем, например, сделать такую интригу и сказать, что вы услышите это сразу после выпуска новостей. Прекрасно. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Ирина Богачик, психолог из Санкт-Петербурга, Ирина Михайлова, в студии мы обсуждаем очень важную тему, как правильно ссориться мужчины и женщины. И мы уже вот как раз-таки, о чем нельзя говорить с мужчинами, вот как раз до ухода на новости, заинтриговали всех и… Да. Так о чем же нельзя говорить с мужчинами во время ссоры? Ну, дело в том, что есть три больших темы, что мужчины – это большие дети, и, соответственно, из этого будет вытекать под темы, о чем нельзя говорить с мужчинами. Ну, например, помня о том, что все мужчины – большие дети, а категорически нельзя критиковать его маму. Вот если ты будешь критиковать его маму, ты забываешь, ты просто не знаешь о том, что у мужчины есть только одна единственная проекция внутренней женщины – это его мама. Даже если он сам говорит про нее, что он чем-то недоволен, что она его обижала и так далее, не поддерживать вот эту тему, а просто говорить, ну, что ж поделать, ну, так случилось уже. Да, мужчины не выбирают. Да, и так далее. Вот. Ну, так случилось. Вот. Ну, второе – это категорически нельзя критиковать игрушки мужчин. И очень я люблю фразу, что умные девочки не критикуют игрушки своих мужчин, а учатся ими управлять. Поэтому, если ваш мужчина гоняет на мотоцикле, может быть, стоит попробовать тоже это сделать, или на горных лыжах. Хотя бы в шлеме по дому походить. Ну, или сидеть на горке, пить глинтвейн и смотреть, как он рассекает по целению, и затем аплодировать. Да. И, конечно же, нельзя критиковать его друзей, причем не в худшую, вернее, и не критиковать, и не хвалить. Обсуждать. И не хвалить. Потому что, когда ты критикуешь друзей, у человека все равно внутреннее ощущение, что скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. И у него косвенно возникает ощущение, что ты критикуешь его. И вторая особенность – это то, что когда ты хвалишь его друзей, да, все, это вот тот самый Миша Попов из 5-го Б, который оказывается в 10 раз лучше, еще он и сын маминой подруги. То есть здесь срабатывает вот такой механизм. Ну что же, вот я думаю, что подробнее тогда мы в какой-нибудь из следующих наших встреч и программ сейчас, может быть, перейдем действительно к тому, что нельзя делать. Ну вот о чем нельзя говорить, мы поговорили, а что нельзя делать во время срока? Что категорически нельзя делать, когда люди ссорятся? Это принимать некие кардинальные меры. Первая кардинальная мера – нам нужно пожить отдельно. Все. Как только люди разъезжаются из одного пространства, если даже в этом пространстве они ругались, но чуть ли не убивали друг друга, все-таки это была некая интимность. Когда люди разъезжаются, то есть это становится достоянием чего? Социума, общественности. То есть появляются свидетели того, что вы не справились, вы не смогли сохранить отношения. И в большей степени от этого страдает, кстати, мужчина, потому что мужчина, он делает некие проекты в своей жизни. Вот так традиционно посадил дерево, родил ребенка и построил дом. Но на самом деле любое дело мужчины – это его проекты. И в данном случае отношения с женщиной – это тоже один из проектов. И если что-то не получилось, мужчина что? Проект неуспешный. Да, проект неуспешный. И тогда ему проще забыть, чем еще раз попробовать этот проект воссоздать. Что называется, проще построить новый дом, чем перестраивать старый. Но если все-таки это в рамках одного пространства, ну, плюс-минус, ну, есть же разные способы. Например, сходить к психотерапевту. На семейную психотерапию. Клянусь вам совершенно, вот в прошлые выходные ко мне приехала пара из Ростова. С каждым я беседовала по отдельности, потом составила некий общественный договор. То есть я выписала требования одного, выписала требования другого. Именно конкретные реальные вещи, а не претензии. А вот он такой, а она вот такая. Итак, что ты хочешь? А что ты хочешь? И дальше прям по пунктам. То есть темы. Дети, мама, работа, путешествия, деньги. И сколько тебе нужно? Сколько ты можешь дать? Как детей, двое детей у них. Как мы детей укладываем? Кто с кем? И вот, что называется, в данном случае психотерапевт, он как переговорщик. Он выступает в роли третейского судей. Это один из способов. Ну да, потому что, как правило, привлекают друзей. Это не всегда окажется верной путь. А здесь это бессмысленно. Потому что, а, друзья не обладают тем авторитетом. Твой друг – это такой же, как ты. Это все равно, что разговаривать с тобой, ну в общем, все то же самое, вид сбоку. Ну и что? Если я с тобой в анфас не договорилась, в профиль тоже не договорилась. То есть, даже если это твой друг. Я открою даже маленький секрет. У меня есть здесь одна пара таких серьезных бизнесменов. И они узнали, что Ирина приезжает, и попросили вот с ней встретиться. И действительно она помогла. Ну это я так уже, да, как бы отходя от темы. И они очень благодарны. То есть, столько лет люди не могли увидеть элементарных вещей. То есть, необходим, необходим переговорщик, который не будет на одной или на другой стороне. Потому что, если они не хотят себя много лет слышать, да, то они всегда услышат человека авторитетного. Ну, более того, нужно же еще самортизировать то, что говорит партнер, да, и представить это в таком виде, чтобы второй партнер это услышал. А не просто тупо, как бы, передавать его претензии. Но это бессмысленно. И в данном случае психотерапевт, он создает объемность. То есть, люди начинают видеть, да, объемность этой ситуации. И тогда появляется гораздо больше способов решений и так далее. Но это, видимо, у тех, кто действительно хочет, да? Ну, как один из способов, если мы возвращаемся к той истории, да. Но вот они в одном пространстве, они, да, вот они чувствуют, что они задыхаются. У них не получается самим, да, справиться с этой ситуацией. Ну, как один из способов, это психотерапевт. А существует еще много разных способов. А бывает же, что наоборот, ну, некие такие гостевые браки, и людям комфортнее, когда они живут в своем пространстве. Но при этом, ну, знаешь, как по принципу, вместе невозможно и в рост никак. То есть, такие же тоже встречаются пары. Ну, это… Или мы говорим все-таки про классику. Да, это уже, в общем, это уже такие пары. Ну, скажем так, не пары. Да. А вот как мы встречаемся на передаче, мы встречаемся. С регулярностью, да, мы планируем что-то. Когда у людей нет совместных планов, у них нет совместного будущего. А еще есть такой момент, когда люди ругаются, и у них уже, ну, помимо них двоих, уже появился третий человечек, это ребенок. Вот. И зачастую они пытаются как бы переносить, ну, мне кажется, некую ответственность за свои отношения на плечи маленького этого человечка. И он потом чувствует вину за собой. Вот эту тему тоже можно раскрыть. Вот одна из кардинальных мер, опять же-таки, во время ссор, это когда люди решают что-то сделать глобальное. Например, построить дом или, например, родить ребенка в надежде, что ситуация изменится. Она не изменится. Она только усугубится. Потому что рождение чего-либо, проект дома, ребенка в данном случае, это огромный стресс. В стрессе у тебя и так-то сил уже нет на выяснение отношений. А еще этот стресс требует. Это видимость, что мы переключимся, и, допустим, у нас пойдут новые эмоции, не пойдут. Ну да, человек уже не поменяется. Энергия, конечно, это вот как чашечки, да, вот этот вот чай. И если ты потратил сюда, то тебе не хватило уже сюда. То есть, наоборот, ситуация еще больше усугубится. Смотрите, как часто бывает такая история, что вот даже вроде бы все хорошо. Люди ждут этого ребенка. И всю беременность мужчина, там, эту женщину опекает, и заботится, и путешествует о ней и так далее. И рождается ребенок, и огромное количество браков распадается. Потому что мужчина, он как тот самый божественный сын, еще раз, не забываю это повторять, ему требуется энергия рождения ребенка, это что, уход этой части энергии на другого человека. И именно в этот момент, женщины, будьте внимательны, именно в этот момент вашему мужчине требуется гораздо больше вашего внимания, чем ребенку. Ребенка пока покормит, спать положил, а мужчина, он страдать начинает из-за того, что уже нет того количества энергии, заботы, внимания. Особенно если его еще выселяют поспать в другую комнату. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую грудь, то бишь другую женщину. Вот многие вроде это и знают, но наступают на свои грабли, даже не то, что наступают, еще и пляшут на них. А потом приходят ко мне и говорят, а что же такое, вот он у меня, допустим, влюбился в своего бухгалтера, и вот теперь он с ней в романтических отношениях. Он даже ходить никуда далеко не стал. Вот тут вот была женщина, которая была готова дать ему эту заботу и опеку. А какой же выход тогда получается? То есть если рождение ребенка влечет за собой такие последствия? Безусловно, выход один. Еще больше уделять внимание своему мужчине. А ребеночек, он либо спит с вами в комнате в отдельной кроватке, либо он спит в отдельной комнате. И ни в коем случае не брать его в постель и уж тем более не выселять, поспать на диванчик своего мужчину. Поэтому рождение ребенка – это вторая кардинальная история, которая не улучшит отношения, а усугубит. Третья история, когда мужчина считает, что он может создать некое романтическое путешествие, пригласить туда свою женщину, девушку, и все проблемы решаться. А человек в романтическое путешествие едет ровно со своими качествами, с которыми он был здесь. Они никуда не деваются, это его багаж. И претензии там будут точно такие же. А у мужчины возникает ощущение, как же, у меня преференции. Я оплатил нам тот самый Рим, дорогой отель, я не знаю, полет на вертолете, шампанское, кристаллы и так далее. А она мне опять эти же претензии. И, безусловно, с его стороны идет подача. Ах, я вот вложился, а ты, значит, вот такая неблагодарная. И что? Отношения не улучшатся. То есть эта кардинальная мера не приведет к ничему хорошему. Надо вспоминать, кто для кого что-то сделал. Мне кажется, это самое. Очень важно выяснение отношений. То есть когда люди начинают выяснять отношения, особенно, я говорю, разного психотипа. Люди есть, вот те же самые радикалы, им важно вот эту войну выиграть. И они кидают тебе обвинение, вот все, что можно. Вот все, что было и не было. А, допустим, тревожно-мнительный психотип девушка, она думает, он сказал, что я и здесь, так и здесь. И вот эти слова, они потом на, вы знаете, как занозы сидят у тебя, внутри тебя. И периодически ты постоянно возвращаешься к ним. А вот он сказал, что я такая. А вот он сказал, что я такая. И вот здесь вот очень большая работа понять, что слово не всегда есть правда. Иногда это действительно вот этот эмоциональный запал, в котором люди пытаются вывалить тебе вообще вот все, что можно, хотя на самом деле так и не считают. Поэтому, конечно же, абсолютно точно могу сказать, что любую проблему нужно проговаривать. Но если ты чувствуешь, что ты вот уже переходишь из состояния разговора в агрессию, и ты уже сейчас преследуешь цель именно выиграть войну, либо иди и подыши в соседней комнате, или скажи, что давай посмотрим кино. То есть давай, вот сейчас тайм-аут берем, стоп. А ведь очень часто бывают эти скандалы, вот за рюмочкой сидят двое, да, а в состоянии алкогольного опьянения, там уже, по-моему, контроль, ну просто теряется, и вот там начинается, что-то, как говорится, перебор. Вы еще один интересный такой психотип, скажем, это не в запале, а вот совершенно спокойно человек, который записывает, ну то есть или запоминает, вот как копит компромат. Так, а вот что, вот сразу начинает выдвигать претензии не просто, но вот эмоционально, а обоснованно, вот прямо там записывает, мусор не вынес, там вот сколько раз не вынес на неделе мусор, там три раза, а сколько раз оставил, то есть вот прямо вот начинает, вот этот вот тип ссоры, когда вот прямо вот с накопленным, прямо компроматом человек идет ссориться. Он же идет опять почему? Ему нужно выиграть войну. И у него есть доказательства, что называется, вот как данные для юриста, когда он идет в суд, доказать неправоту или правоту чью-то, да, какого-то человека. И в данном случае здесь критика, она не решает ничего. И иногда уравновешенность, она имеет большую силу даже, чем любовь. Но я всегда за любовь, и вот человек показывает вот это все тебе, ты это, ты это, ты это сделал. Всего лишь одна фраза, ты меня любишь. У нас разрываются телефонные линии, на самом деле. Прошу вас надеть наушники. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Очень интересно, очень качественно, конечно же. Я не сначала, поэтому не могу назвать по имени, но вот мне всегда было интересно вот такого качества психологи. Вот уверен, что семейная жизнь благополучна. Вот не тяжело ли жить, если вы людей видите насквозь? И как вы можете воспринимать в чистом виде эмоции человека, если вы как бы должны видеть в любом слове, действии, там, соприкосновения, и второе одно? То есть вот как вы живете? То есть вот, ну, всегда вот удивляюсь вашему вот естественному, не вашему личному, а вот естественному время препровождения жизни. То есть, наверное, сложно, или наоборот вам это помогает. Сложно говорю, но вы меня поняли. Конечно, да. Да, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, вот этот вопрос очень часто мне задают. И здесь я вам хочу сказать, что работает очень четко схема. Вышел из кабинета, и ты больше не психолог. Ты женская женщина, ты любимая, ты мама, ты, я не знаю, человек с какими-то хобби, но ни в коем случае не человек, который после этого еще додумывает, продумывает все то, что с ним было. Это классическая история. Что касается меня, я хочу вам сказать, что я работаю в парадигме того, что мои пациенты со мной 24 часа в сутки на связи. Это говорю абсолютно искренне, потому что какое-то время психотерапевт является той самой опорной стеночкой, которая необходима человеку, то есть внешней опорой. И постепенно мы что делаем? Эту внешнюю опору делаем опорой внутренней для человека. И поэтому, что касается меня, я вообще не переношу ничего на свою личную жизнь, кроме только тех знаний, которые я сегодня рассказываю в этой передаче. Вот это я действительно применяю относительно себя. А людей действительно чувствую, думаю, вижу и стараюсь им помочь. Еще один вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня два вопроса. Один вопрос, значит, касаемый... Вот если вдвоем живут и все, разъехали... Ну вот поругались, разъехались, все. Разъехались, значит, вопрос такой, как налазить это все, если один хочет, а второй не хочет. И второй вопрос, вот если женщине все-таки было что-то сказано такое обидное, ну для нее обидное, да, для мужчины, наверное, может, это там в раздоре просто что-то сказано такое грубое, но она вот уже сто раз извинялся, но не может, простите все, ну вот никак. Вот что делать? Вот и никак не идет на контакт. Вот что делать? Спасибо. Да, благодарю вас за вопрос. Ну, по поводу первого вопроса. Если у людей, вот приходят ко мне люди, и я говорю, влечение есть, то есть если есть влечение, то есть физиологическое влечение, люди хотят интимной близости друг с другом, то вот все остальное можно исправить. Вот уверяю вас, это абсолютно точно. А если у одного есть влечение, а у другого нет, вот здесь уже ничего сделать невозможно. Поэтому я не знаю, какова ваша ситуация. Вот если первый вариант, то да, исправить ситуацию можно, если второй вариант, исправить ситуацию нельзя. И по поводу обидных слов женщине. Я вам сегодня в передаче уже говорила о том, что слово для женщины, ну это вот, ну так много значит. Поэтому если вы сказали что-то, и девушка вас не может простить, просто скажите ей, слушай, это была неправда. Ну вот неправда, я признаю, что я вот наговорил какой-то ерунды. На самом деле это не так. А если вы будете объяснять, это я сказал, потому что так, потому что то, любые объяснения это признание того, что ты что-то сделал, то есть ты как оправдываешься. А если ты оправдываешься, значит ты действительно это сделал. И тогда, безусловно, если ты это сделал, как тебя простить? Просто скажи, это была неправда. Ну вот какой-то ерунды наговорил, и все, не знаю. Еще один звонок, наверное, мы, ну последний уже, наверное, мы больше не успеем принять. Алло. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы психотерапевт, человек, который лечит душу. Да. Как можно лечить то, что вообще-то в принципе не определено? Лечу то, не знаю что. Спасибо. Спасибо. Да. Действительно, вы правы. Все люди разные, у всех своя психическая реальность. И в данном случае психотерапевт, он не лечит, а психотерапевт является лишь тем зеркалом, которое показывает человеку его самого. И когда он видит в это зеркало, да, в том числе свои страхи, свои какие-то истории, проблемы, травматические какие-то инциденты, а когда ты посмотрел своему страху в лицо, ты уже знаешь, как с ним взаимодействовать. То есть я не даю конкретных советов, я не рассказываю, делайте вот шаг один, шаг два, шаг три. Эти шаги и люди определяют для себя сами, когда они начинают разбираться со своей историей. Вот это делает психотерапевт. Поэтому есть оно, нет ли. Главное – это улучшить качество жизни человека, то есть сделать его жизнь более гармоничной. Ну что же, на этой, наверное, прекрасной ноте мы будем прощаться. Сейчас продолжим разговор о ссорах в следующей нашей встрече. Предварительно, наверное, можем сказать, что 5 число, 5 июля, это будет пятница в 13 часов. Надеемся, что всё случится. Мы встречаемся в этой студии. Ирина Богачек, Елена Михайлова сегодня были у нас в студии. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.